Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. В Швейцарии состоялось собрание предстоятелей и представителей поместных православных церквей, посвященной подготовке Всеправославного собора. Торжественными мероприятиями и сердечной молитвой отметили в Петербургской митрополии День Ленинградской Победы. Вопросы сотрудничества церковных, общественных и государственных структур были в центре внимания участников международных рождественских чтений в Москве. Историческое событие в жизни православного Петербурга. Бывший музеем Собор Воскресения Христова, именуемый еще Смольный собор, полностью возвращен в церкви. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В рамках недельного собрания в Швейцарии по подготовке Всеправославного собора, намеченного на этот год, предстоятель Русской Церкви совершил всеночные бдения в Кафедральном соборе Западной Европейской Епархии Русской Православной Церкви за рубежом, Крестовоздвиженском соборе Женевы. Крестовоздвиженский собор – единственный православный храм Женевы. Он был построен в 1866 году. Юбилейную дату своего 150-летия собор будет торжественно отмечать в этом году. Впервые за полуторавековую историю русского прихода сюда для совершения богослужения прибыл предстоятель Русской Церкви. На входе святейшего патриарха Кирилла встречали, согласно традиции, с хлебом с солью, дети, многочисленные прихожане, духовенство собора. В сослужении блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия и Иерархов Русской Церкви и представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей клириков Крестовоздвиженского собора патриарх Кирилл возглавил всеночное бдение. Во время Оно едино на десять ученицы, идоши в Галилее, в гору, ама же повелеем Иисус, и, видевши Его, поклонившись Ему, о, вижу, сумнешися, и приступли Иисус, речей благоля, дадей себе всяка власть на небеси и на земли. По окончании богослужения святейшего патриарха Кирилла приветствовал правящий архиерей Русской Православной Церкви за рубежом архиепископ Женевский Михаил. Очень знаменательно, что никогда в этом храме не было служения патриаршего Русской Церкви. И действительно, великая милость сегодня настала для нас, что и блаженящие Киевские. То есть у нас особый, даже ощутимый трепет, что сегодня вот произошло, что вы осветили это место этим присутствием. В память об этом знаменательном для русского прихода событии архиепископ Михаил преподнес его святейшество икону святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского Сан-Франциского Чудотворца. Святейший Патриарх обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, в котором вспомнил события 45-летней давности, когда в должности настоятеля прихода Московского Патриархата и для работы во Всемирном Совете Церквей он прибыл в Женеву и в числе первых храмов Швейцарии посетил Крестовоздвиженский собор. Конечно, за эти 45 лет много чего произошло. Мир стал другим. Мы все стали другими. Русская Церковь стала другой. Преодолено разделение. Все больше и больше людей обращает свои сердца к Богу. И несмотря на то, что существуют и трудности, а без трудностей не бывает ни жизни человеческой, ни церковной жизни, мы с радостью свидетельствуем об укреплении веры православной в нашем народе, где бы ни жили наши люди. Духовенству, которое трудится в Крестовоздвиженском храме, а также Мирианам, присутствующим за богослужением, Патриарх напомнил слова Спасителя, которым завершается Евангелие от Матфея. Идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, исполнять все то, чему я научил вас. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, Владыка Михаил, духовенству, прихожанам этого храма, всем возрастать от силы к силе, укрепляться в вере, строить прочную, дружную христианскую общину, помогать друг другу, поддерживать друг друга, с тем, чтобы наименование христианина было не только по форме применимо к нам, людям, посещающим храм, но и по образу нашей жизни. На молитвенную память в дару Крестовоздвиженскому собору предстоятель передал икону преподобного Сергия Радонежского. Всем участникам богослужения были вручены иконки спасания рукотворного с патриаршем благословением. Прибывая в Швейцарии, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил представительство Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве, рассказывает Ирина Пономарева. В переполненном храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который является ставропегиальным приходом Русской Церкви при представительстве Московского Патриархата, патриарх Кирилл совершил молебен Божией Матери. По окончании богослужения прихожане храма спели его святейшеству «Многое лето». Патриарх Кирилл приветствовал многочисленную общину русского прихода, вспомнив первые годы своего пастырского служения в Рождественском храме Женевы. Тогда, 45 лет назад, по словам первосвятителя, молящихся здесь было гораздо меньше. Мне было 24 года, когда меня назначили на эту ответственную позицию и на этот ответственный пост представлять Русскую Церковь здесь, в Женеве, при Всемирном Совете Церквей. И вот по мере вхождения в эту жизнь я действительно очень полюбил Женеву, этот наш приход, прихожан, с которыми, можно сказать, даже сроднился. И поэтому всякое последующее посещение Женевы у меня было связано в том числе и с посещением этого храма и совершением божественного богослужения. После патриаршей интернизации не имел такой возможности. И поэтому вы можете понять чувства, с которыми сегодня я нахожусь вместе с вами. Святейший Владыка пожелал членам русского прихода в первую очередь хранить веру в сердце и не смущаться никакими трудными жизненными обстоятельствами, молиться и всегда жить по-христиански. А настоятеля храма отца Михаила Донского поздравил с Днём Ангела. Помогай тебе, Господь, трудиться достойно, чтобы быть близким к людям, помогать им в решении их духовных проблем, молиться вместе с ними и нести ответственное служение представителя Русской Церкви. В память о совместной молитве патриарх Кирилл вручил отцу Михаилу юбилейный крест, изготовленный в связи с тысячелетием представления святого равноапостольного великого князя Владимира о приходу святой образ преподобного Сергия Радонежского. В храме святого апостола Павла в пригороде Женевы Шамбезе святейший патриарх Кирилл принял участие в соборной молитве. Для совершения божественной литургии собрались первые иерархи других поместных православных церквей и представители делегаций из разных стран. Храм святого апостола Павла в Шамбезе расположен на территории Православного Центра Вселенского Патриархата, основанного в 1966 году. Первоначально было построено одно здание с небольшой часовней в нём, а в 1975 году за счёт средств благотворителей удалось расширить комплекс и построить большой храм святого Павла апостола язычников с пределами во имя Пресвятой Троицы и Святой Великомученицы Екатерины. В рамках программы собрания предстоятелей церквей мирового православия там была совершена литургия. Песнопения литургии Песнопения литургии исполнялись на греческом и французском языках. Богослужебные возгласы предстоятели произносили на греческом, арабском и церковнославянском. В числе 14 предстоятелей поместных православных церквей и духовенства стран православного присутствия за богослужение молился святейший патриарх Московский и в Сиерусе Кирилл. Все православный собор, подготовка которого с перерывами длится 55 лет, может пройти в этом году не в Стамбуле, как было запланировано раньше, а на греческом острове Крити или на святой горе Афон. Это событие, без сомнения, может стать историческим для всего православного мира. Для участия в соборе приглашены по 24 архиерея от каждой из православных церквей, поместных или автокефальных, независимых друг от друга, но связанных единым литургическим общением. В последний день своего пребывания в Швейцарии святейший владыка Кирилл ответил на вопросы журналистов, изложив главные итоги недельной встречи предстоятелей поместных православных церквей мира по подготовке всеправославного собора, намеченного на этот год. По словам его святейшества, главный итог встречи предстоятелей поместных православных церквей в Швейцарии, это то, что все согласованные в ходе совещания документы, которые предстоит обсудить на всеправославном соборе, в самое ближайшее время будут опубликованы. Наша церковь настаивала на том, чтобы не было никакого эмбарго на эти документы до собора, но чтобы люди могли ознакомиться. Потому что многие критические взгляды на предстоящий собор формировались именно по причине информационного вакуума. Люди ничего не знали о соборе. Так вот, наверное, самое главное то, что все все узнают, какие вопросы и каким образом будут решаться на соборе, и какие документы будут положены в основание решений соборных. Из повестки собора, сообщил его святейшество, был изъят календарный вопрос, который очень беспокоил верующих, поскольку распространялись ложные слухи о том, что все должны будут перейти на новый стиль. Тема календарного вопроса изъята единогласно, потому что многие церкви, как известно, придерживаются июлянского календаря, а какие-то уже григорианского. И для того, чтобы оставить каждой церкви возможность действовать в соответствии с принятым календарем, вот и было так решено, что календарный вопрос не будет рассматриваться на соборе. Предстоятель русской церкви особо отметил, что участники совещания в Шамбесе единогласно поддержали позицию московского патриархата по ситуации на Украине. На соборе не будет рассматриваться украинская тема, не будет обсуждаться возможность предоставления автокефалии или легализации раскола, что очень важно, и это подтвердил публично патриарх Варфоломей. Патриарх Кирилл еще раз уточнил, что местом проведения Всеправославного собора был избран остров Крит и подытожил результаты саммита православных предстоятелей. Не без трудностей проходил этот саммит православных предстоятелей. Он никогда не бывает легким. Но по милости Божией мы верим, что через действие благодати Божией мы всегда достигаем единогласных решений. Вот все это и произошло здесь. В заключении исторической встречи предстоятели поместных православных церквей сделали общее фото на память о неделе трудов во благо Вселенского православия. В Северной столице свершилось поистине историческое событие. Главный храм высших учебных заведений России, Смольный собор Воскресения Христова, был торжественно возвращен Русской Православной Церкви. Долгожданная передача ключа от возрожденного храма состоялась по завершении Божественной Литургии в День Святой Мученицы Татьяны. Праздничное богослужение возглавил ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии архиепископ Петергофский Амвросий. С подробностями Валентина Пас. В новейшей истории День Российского Студенчества празднует в Санкт-Петербурге уже седьмой год. Происходит это по традиции в Смольном соборе, который еще в XVIII веке был задуман как храм учебных заведений Российской империи. В нынешнем году главной и отличительной особенностью торжества стало открытие новой страницы в истории Смольного собора «Знаменательное возвращение храма в лоно Русской Православной Церкви». Сегодняшний день о знаменовом особен событием. Конечно же, прежде всего, молитвой и служением Божественной Литургии в храме Воскресения Христова в Смольном соборе. Но именно в сегодняшний день совершается на наших глазах и с нашим участием, по милости Божией, историческое событие. Совершается полное возвращение Церкви этого святого храма, в котором отныне, в нынешнем алтаре, в котором мы совершали Божественную службу, ежедневно будет совершаться Божественная Литургия. И ежедневная молитва утром и вечером будет оглашать эти святые стены. Из рук директора Государственного музея памятника Исаакиевский собор Николая Бурова владыка ректор принял ключ от западных врат Смольного собора во знаменовании того, что храм теперь принадлежит не музею, а церкви. Мы передаем ключ городу, а город передает ключ епархии и приходу замечательного, великого собора нашего любимого города. Ключ сей от западных врат Смольного собора, которым владел, охраняя и восстанавливая сей храм Государственный музей памятник Исаакиевский собор с 2004 по 2015 год, передан в день святой Татьяны 25 января 2016 года Санкт-Петербургской Ладожской епархии на вечные времена. Это событие осуществилось благодаря трудам благочинного храма высших учебных заведений, настоятеля Смольного собора, протерея Петра Мухина, ректоров высших учебных заведений и множества неравнодушных людей и помощников. Конечно, для тех людей, которые принимали это решение и духовно, и душевно, и социально, это было очень непросто. Для церкви понятно, что это дом молитвы, он должен быть домом молитвы, но для людей, для общества это было очень непростое решение. И, конечно, здесь большая помощь была и Совета ректоров, и Вячеслава Серафимовича Макарова. Вот дай Бог им здоровья, потому что без их помощи, без их поддержки, конечно, вряд ли бы что-то могло состояться. Понятно, что вся церковь молилась, и мы все старались, но тут именно вот соборное такое решение, оно и состоялось. В рамках празднования прошло и ежегодное вручение памятных наград. Почетный знак Святой Татьяны учрежден в 1996 году. Он присуждается за вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной жизни общества. В этом году также были выручены серебряные медали Святой Мученицы. Их были удостоены руководители вузов, настоятель Смольного собора и сам владыка Амбросий. Активист Ассоциации Покров здесь среди награждаемых, также очень уважаемые люди, профессора, преподаватели. Очень почетно быть среди таких людей. Награда Святой Татьяны, конечно, она для меня значима по многим причинам, потому что я, сколько себя помню, все время работал с молодежью. И еще у меня супруга Татьяна. Это вот двойной праздник. Красивым завершением праздничного дня стал традиционный Татьянинский бал, который прошел в морском корпусе Петра Великого. Митрополит Саратовский Ивольский Лангин совершил чин великого освящения архиерейского подворья храма преподобного Серафима Саровского в Саратове. Об истории этого дома Божия и его сегодняшней жизни в сюжете наших саратовских коллег. Храм во имя преподобного Серафима был заложен еще до канонизации Саровского святого в самом начале XX века и считается одним из первых в мире храмов, освященных его честь. Впервые Серафимский храм был освящен после своего рождения, во второй раз – после нескольких лет запустения, и в третий раз теперь, когда внутри старинной кирпичной кладки вырос обновленный храм. Вот эти стены скрывают металлические конструкции специальные, и только внешняя кладка кирпичная – это то, что сохраняет, связывает его с тем старинным храмом, который когда-то здесь был. И вот после такого, даже это трудно назвать капитальным ремонтом, а по-настоящему обновление храма, вот по уставу церковному полагалось его вновь осветить великим освящением, что мы сегодня и сделали. В советские годы храм был закрыт. Здание его долгие годы служило общежитием при институте микроб. Когда в начале 90-х годов храм был вновь передан в Саратовской епархии, вся тяжесть его возрождения легла на плечи протерея Василия Стрелкова. Мы стали делать какие-то усилия для того, чтобы привести все здание в какой-то надлежащий порядок. Эти восемь огромных печек, отопление было газовое, все это было разделено на несколько комнат, разобрали крышу, потолки и полы. С первых дней восстановления храма вместе с настоятелем трудились и прихожане. Но раньше храм в шесть часов начинал службу, потому что еще восстанавливался, реконструировался. И поэтому я приходила когда на службу, и всегда здесь было очень много народу. Все тягости ремонтов, огромный труд по возведению храмов претерпеваются для того, чтобы совершались литургии, чтобы возносилась молитва. Все это для того, чтобы люди создавали храм Господу в своих сердцах. В Москве состоялись 24-е международные рождественские образовательные чтения «Традиция и инновации. Культура, общество, личность». Из Государственного Кремлевского дворца с подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева. Пленарное заседание рождественских чтений в этом году возглавил патриарший-наместник Московской епархии митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Видеообращение святейшего патриарха Кирилла, который в это время принимал участие в собрании предстоятелей поместных православных церквей в Женеве, было показано участникам и гостям форума на центральном экране Кремлевского дворца. Дорогие братья и сестры, вы прибыли на этот форум, чтобы поделиться своими наработками и опытом, узнать нечто новое, приобщиться к опыту своих коллег из других регионов и стран. Сердечно желаю всем организаторам и участникам рождественских чтений плодотворной работы, взаимопонимания и духа соработничества, дабы всемогущий Господь укрепил нас в трудах на пользу Матери Церкви и даровал крепость, сил и свою нескудевающую помощь в служении ближним. Митрополит Ювеналий предложил поблагодарить его святишество за вдохновляющее напутствие и направить ему телеграмму от президиума и участников форума. Мысленно пребываем с вами и спрашиваем вашего первосвятительского благословения на труды настоящего образовательного форума. На открытии форума были оглашены приветствия в адрес рождественских образовательных чтений от имени президента страны, председателей правительства, Госдумы и Совета Федерации, министра культуры, других высокопоставленных лиц страны. С традиционным программным докладом выступил председатель Оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Как богочеловеческий организм, церковь наднациональна и вне государственна, но как социальный институт она выражает устремления и чаяния своих чад, граждан своей страны. А в стране, где большинство граждан являются православными, церковь не только может, а непременно должна взаимодействовать с государственной властью по всем социальным и общественно значимым вопросам, включая прежде всего вопросы образования. Для участия в форуме со всей России в Москву съехались около 6 тысяч человек. Члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы Метрополии, епархиальные архиереи, руководители синодальных учреждений, члены Оргкомитета международных рождественских образовательных чтений и простые участники. Международные рождественские чтения являются той площадкой, где представители синодальных отделов, представители самых разных епархий нашей Церкви имеют возможность поделиться, можно сказать, передовым опытом в той деятельности по разным направлениям церковной жизни, которые они проводят в своих епархиях. Я думаю, это очень важно. Церковь, которая сильна своим консерватизмом в целом, она должна сохранить свою традицию, свою самобытность в условиях меняющегося мира, но при всем при этом еще уметь проповедовать в этом мире в изменяющемся и нести свою миссию для того, чтобы вернуть людей Божиих в церковную ограду. У меня от епархии приехали руководители всех отделов. Это вот только может быть на рождественских чтениях. Ни на каком другом форуме такого нет. Поэтому это самый главный форум Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Те проблемы, которые стоят сегодня перед нашим образованием, воспитанием, они здесь все обсуждаются и, конечно же, вырабатываются новые какие-то идеи и документы, которые потом осуществляются на практике в епархиях и в целом нашей Церкви. В рамках 24-х международных рождественских образовательных чтений в Москве в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы прошла конференция под названием «Крестный ход. История, современность и развитие». Наша съемочная группа встретилась с участниками дискуссии. Подробности в сюжете. Значение крестных ходов для духовной жизни страны, методология их организации, эффективное взаимодействие церковных, государственных и иных структур во время проведения молитвенных шествий и еще много других вопросов стали темой обсуждения участников конференции в рамках одной из секций рождественских чтений. Наша задача не только подсказать регионам, но и выработать достаточные инструментарии. Это и документы, и механизмы согласования, и методики задействования региональных властей системы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти. В конференции приняли участие представители различных епархий, занимающихся организацией крестных ходов, государственные служащие и представители общественных структур. Для участников диалога это хорошая возможность обсудить насочные вопросы и поделиться опытом. Организация крестного хода у нас в Санкт-Петербурге показала, что есть особые вопросы, которые нужно забыловременно всегда решать. И слава Богу, что в Санкт-Петербурге нам власти идут навстречу. У нас самый главный крестный ход в память нашего покровителя, святого благоверного князя Александра Невского. И, как вы, наверное, знаете, у нас в этот день выделяется главная улица нашего города, Невский проспект, для прохождения крестного хода. По мнению Виталия Лапшина, организатора Великорецкого крестного хода, который проходит на территории Вятской епархии и является самым многочисленным в России, Самое главное во время молитвенного шествия большого числа верующих создать для них максимально комфортные условия. Мы занимаемся тем, что организуем богослужения, организуем переходы крестного хода от одного населенного пункта к другому, организуем ночлеги, организуем питание, взаимодействуем с правоохранительными органами в вопросах организации безопасности, обеспечения правопорядка. В ходе конференции ее организаторы выступили с предложением создать интернет-портал, посвященный организации крестных ходов, где бы все желающие могли найти много нужной и полезной информации об организации молитвенных шествий в различных регионах России. Человек, который собрался на крестный ход, должен получить возможность обеспечить себя полным объемом сервисных услуг, выбрать маршрут, забукировать билет, снять отель. Если человек имеет инвалидность, выбрать средства социальной адаптации, то есть договориться о получении коляски, худунков, костылей. Если нужно, договориться с волонтером, который обеспечит его пребывание на месте крестного хода. В этом году интернет-портал должен быть запущен. Есть уже и название проекта. Как нельзя лучше отражающая его суть. Россия идет. В Москве прошла архиерейская литургия с сурдопереводом. Возглавил богослужение епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. В столице такие службы проводятся дважды в год. В Международный День Глухих и во время рождественских образовательных чтений. Материал Галины Ледневой. Помолиться на литургии в храме святого благоверного царевича Дмитрия съехались общины от Нижнего Новгорода до Курска. В России по разным оценкам 13 миллионов людей с нарушением слуха. Сегодня каждый город нуждается в священнике, знающем жестовый язык. У нас 50 епархий, в которых ведется такая работа. Сейчас 28 священников владеют русским жестовым языком. Сурдопереводчики сменяли друг друга. Вместе с ними молились вслух жестами и голосом глухие люди. Многие не только молились, но и пели. Богослужение великолепное, такое шикарное. Люди приехали из разных городов. Служители такие. Пантелеймон, наш отец из сурдопереводчики и другие говорят, так хорошо было приятно слушать службу. Некоторые причастились и все были очень довольны. Поздравляли друг друга. Учить язык глухих людей, а также изобретать новые жесты, чтобы точнее передавать смысл православных слов, священники начали в 90-е годы прошлого века. Два года назад благословением патриарха был создан координационный центр по работе с глухими и слабослышащими людьми. Он проводит курсы, на которых обучают языку жестов священников по всей стране. Руководит центром епископа Рехово-Зуевский Пантелеймон. По окончании богослужения владыка обратился к его участникам. Сердечно поздравляю вас с совершением божественной литургии. Эта служба восполняет все наши несовершенства. Эта служба вводит нас в Царство Небесное. Эта служба нам ограничена в своих возможностях, дает удивительную свободу и обладание всем тем, что Господь уготовил нам от века Царство Божие, мир, сердце, любовь, прощение грехов. Овладеть озами языка жестов теперь может самостоятельно каждый священнослужитель. В этом году выпущено пособие «Сто фраз на жестовом языке». В нем дана основа для знакомства с неслышащим человеком и для беседы с ним о вере. Как с ним завести разговор, как спросить о том, был ли он когда-то в храме или не был ли он в храме, знает он что-то о православной вере или нет, прочитайте эту книгу дома. То есть, например, когда священник дает книгу, фразы, а дальше уже идет, например, раздел «Беседы об исповеди», то есть, «Беседы о причастии». То есть, делятся на такие как бы блоки самые начальные сведения именно по общению. Для лучшего изучения материала к книге прилагается видео. Такие пособия будут издаваться по Евангелию и по обучению глухих в воскресных школах. По окончании литургии в храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия состоялась пресс-конференция на тему «Перевод богослужений» на жестовый язык. И, как стало известно, в этом году выйдет видеословарь православной лексики, который поможет священникам и сурдопереводчикам дальше изучать жестовый язык, а глухим и слабослышащим людям больше узнать о вере. Православная служба милосердия в Екатеринбурге подвела итоги рождественского марафона. В этом году подарки в святые дни получили около трех тысяч человек. Добровольцы и сестры милосердия поздравили 30 учреждений города. Подробности в нашем следующем сюжете. В течение двух месяцев с ноября и до праздника Рождества Христова православная служба милосердия в Екатеринбурге собирала подарки для своих подопечных на акциях в торгово-развлекательных центрах и через интернет-сайт. На специальной страничке можно было перечислить средства для той или иной категории подопечных службы детей-сирот, одиноких пожилых людей, бездомных, а также оплатить именной подарок. Значительную часть именных подарков передала Московская служба милосердия. А после Рождества добровольцы и сестры милосердия вручали собранные презенты. Больницы, детские дома, дома престарелых, научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, где только не побывали добрые вестники службы милосердия. Где-то их приход сопровождался молебном, где-то пением колядок, где-то праздничным представлением. Многие учреждения посещал руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протеерей Евгений Попеченко. Особенно радостным было вручение именных подарков. Нам довелось стать свидетелями того, как исполнялись мечты ребят из Екатеринбургской школы-интерната номер 12. Те, кто воспитывается в неполной или многодетной семье, чья семья испытывает финансовые затруднения, у кого есть серьезные заболевания, имели возможность попросить какой-то конкретный подарок. У нас шесть ребят поучаствовали в этой акции, получили замечательные подарки. Вот Катя Карманова, она учится в третьем классе. Она очень мечтала о коньках, а так как родители ей не могут позволить себе купить такие коньки, она открыла свое сердце, свою тайну, что хотела бы такой подарок получить. Потом Лена Репина, она получила в подарок школьную форму, сарафан и блузку. Ну, тоже девочки, ее папа только воспитывает, у нее еще сестренка младшая есть, и, конечно, у папе не всегда как бы вот есть возможность купить все, что девочкам хочется. Скажи, пожалуйста, что тебе подарили и вот для чего тебе это понадобится? Кататься. Коньки, да? Ты давно о них мечтала? Да, давно. Тебе нравится? Да. Это подарок, это сарафан, потому что у меня нету нормальных сарафанов, вот попросила сарафан школьный. Была и групповая просьба о футбольной форме для целой школьной команды. У нас уже 11 лет, традиция в школе, я веду футбол, секцию футбол. Наши учащиеся уже выпускники нашей школы стали серебряными призерами европейских летних олимпийских игр. Второй год вот эти малыши занимаются футболом, кто-то в этом году присоединился, потому что им понравился такой вид, как футбол, как играть с мячиком. Да, ребята? Да. Вот. Вот, занимаемся мы в Манеже Урал, а форму мы, почему ребята форму попросили? Чтобы заниматься. И одинаковыми были, чтобы мы были одна единая команда, одно целое, да? Да. И всегда, как бы, выглядели прекрасно и побеждали футбол. Формы-то нравятся? Да. Да, очень. По размеру подходят? Да. Не просто подарить что-то, а преподнести именно то, что человеку хотелось и в чем он действительно нуждается, это выражение настоящей любви и заботы. Всего в службе милосердия удалось выполнить 38 заявок на именные подарки. Еще на три заявки средства собраны не полностью, а 10 заявок не нашли своих жертвователей. Если вам хотелось бы реализовать чью-то заветную мечту, вы можете позвонить в службу милосердия по телефону 200-0704, код города 343 и внести свою лепту в сотворение чуда. 7 января вновь праздновали Ленинградскую победу. По воспоминаниям многих блокадников именно день прорыва блокады стал для них самым счастливым днем. Из блокадного храма Санкт-Петербурга репортаж Кирилла Хейфица и Андрея Федорова. На месте, где сегодня стоит храм Успения Пресвятой Богородицы, в 18 веке находилось кладбище и церковь Святой Марии Магдалины. В 30-е годы кладбище было стерто из карты города, а в 60-е исчез и храм. Во время блокады трупы умерших свозили ко всем кладбищам и действующим и заброшенным. Когда в 90-е годы здесь начали возводить Успенскую церковь, имена погибших во время блокады, записанные на именных кирпичиков, легли в основании и стены будущего блокадного храма. В течение строительства продолжалось поминовение всех во дни блокады погибших. В 8 сентября 1941 года в кольце блокады оказались 3 миллиона жителей северной столицы. Безжалостный переплет войны попала и юная Ленинградка Валя Щукина. И хотя девочка осталась жива, тяжкие испытания легли на хрупкие плечи будущей игумени Горницкого монастыря. Все здесь пережито и блокаду. Я уже в морге была. Вот, когда нас эвакуировали в Ореховизовье, мама там меня сдала как покойницу и младшую сестричку Ниночку. Она там где-то и похоронена, не знаю, в каких там, на каком кладбище что. Ну и меня мама сдала как покойницу. Вот такое совершилось чудо, что я стала... Как меня потом врачи все увидели, что я стала шевелиться, дышать, и меня тогда в больницу. И вот я пролежала там три месяца пролежала. Конечно, это просто чудо такое. Воскресла я. Но у меня вот отморожение было, мне хотели на ручках пальчики отнять и на ножки. У меня на правой ножке тоже пальчиков нет, там все же сняли. Вот пролежала три с половиной месяца, а маму повезли в Краснодарский край, на Кубань. И потом вот нас сорок человек выписали тогда и повезли. Блокадный храм в эти праздничные дни становится одним из мест Петербурга, куда приходят, чтобы упомянуть своих близких и дальних сродников, почтить подвиг великого терпения и великой надежды ленинградцев, которые, превозмогая голод и холод, заставляли биться сердце любимого города. Сегодня продолжают делать своих предков учителя петербуржцы, заставляя чаще биться сердца юных жителей города от соприкосновения с памятью о войне и блокаде. Нынешний день, это день отдания праздника Богоявления, Крещения Господня. Вместе с тем, это еще и память святого на апостоле Нины, просветительницы Грузии. Это еще и память такого значимого, важного исторического события, события трагического, оставшего след в памяти каждой семьи, жителей нашего города. На вечную память, вечное упокоение всем почифровым ходу блокады, тем воинам, защищавшим наш город. «Души, говори, бог молälle, ПЕСНЯ Такая встреча была, вы знаете, и мама не ожидала. Все соседи, все как собрались, такое было, вы знаете, прям, ну такая радость для всех. В Ленинградской области в преддверии памятной даты прошел военно-исторический фестиваль в полосе прорыва. Он состоялся на том самом месте, где 72 года назад советские войска после двухнедельных боев полностью сняли кольцо блокады. Действия исторической реконструкции развернулись в деревне Порошки, где в январе 44 года был нанесен первый сталинский удар, который и положил начало операции по полному освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Это историческое место увековечено мемориалом «Январский гром». Так называлась наступательная операция войск Ленинградского фронта. Можно почувствовать, как это было на холоде, среди снега, при шуме стрельбы, бронетехники, авиации. Это дает возможность ребятам, конечно, вживую приобщиться и понять, насколько было тяжело. Дань памяти таким образом отдают. Я в ветеранской организации работаю 18 лет. И за это время мы очень многое сделали. И уже мало ветеранов осталось. Но мы стараемся передавать в школы, мы стараемся что-то делать, чтобы это осталось в памяти людей. По словам организаторов, мероприятие становится народным. Не только правительство области и общественные организации принимают участие в сотворении действа, но и частные лица. Целыми семьями приезжают на поле событий, где порой тяжело сдержать слезы. Чувствуешь уважение к погибшим и участвовавшим. И хочешь стать таким же, как они, пожертвовать, что не отсиживаться там нигде. Тоже встать на защиту Родины. Я желаю всем крепкого здоровья, веры, уверенности в том, что мы сильная страна, мы сильны нашими людьми. И что мы преодолеем все, что выпадет на нашу жизнь и победим, независимо от всего. Около полутысячи человек участвовало в реконструкции решающего боя. Десятки единиц оружия и боевой техники погрузили нас в атмосферу того сражения. Ветераны уходят. И наша задача – хранить память об ужасах войны. В Красносельском районе Северной столицы прошла народная акция – свеча памяти на Аллее Славы. Среди 900 берез жителей и гостей района зажгли 900 фонариков в память о погибших жителях блокадного Ленинграда. На акции побывала Валерия Чистова. Аллея Славы находится в Полежаевском парке. Это бывшая линия фронта. В день снятия блокады Ленинграда здесь состоялась народная акция. 900 огоньков памяти растянулись по всей Аллее вплоть до братской могилы у храма святой Равноапостольной Нины. В самом же храме устроители акции, жители Красносельского района и гости помолились об упокоении душ погибших в страшные годы блокады, после чего был совершен благодарственный молебен о живых. Господь так промыслил, что блокаду сняли в день памяти святой Равноапостольной Нины. В храме есть удивительный образ, написанный прихожанином церкви, как святая Нина слезно молится за Ленинград, а небесные ангелы принимают душу умерших и оберегают живых. Храм, посвященный Равноапостольной Нине, в городе пока один. В день снятия блокады он празднует престольный праздник. В эти дни, 27 января, мы должны, конечно, вспоминать, чтобы наши дети, потомки наши, помнили, какой ценой это все было, и чьими молитвами ради самоотверженного подвига людей, ради их любви к ближним, то есть до самоотвержения, то есть до положения души своей, за други свои, и за это Господь подал победу. Празднование развернулось на площадке возле храма. Здесь возвели сцену, устроили полевую кухню, гостей угощали черным хлебом, ровно 125 граммов, как в блокадном городе. Со сцены звучали стихи, музыкальные поздравления. Гости подпевали знакомые песни. Акция получилась действительно народной. У нас в районе есть совершенно чудесное место, которое в этот день забыть просто нельзя. Здесь проходил юго-западная линия обороны нашего города, и где, как не здесь, надо зажечь 900 сычей. Мне очень хочется, чтобы эта акция стала традиционной, и чтобы название народное звучало в полной мере. Чтобы сам народ делал эту акцию с нуля. Вот у нас очень многие вещи сделаны действительно по доброму сердцу. Звук аппаратуры предоставлено благотворительно, сцена представлена благотворительно. Ну, многое, практически все, что здесь есть, это добрая воля всех ее участников. По словам организаторов акции, все это нужно и важно. На празднике было много детей. Эта акция рассказала молодому поколению, за что воевали их прадеды. За возможность гулять с родителями по Аллее Славы под мирным небом. Дети, в свою очередь, усвоили этот пример и оставили благодарность в виде рисунков у храма равноапостольной Нины. Хорошая новость пришла из Барышевской епархии. Тут решено начать восстановление старинного храма живоначальной Троицы, который красуется на горе близ села Пятина. Этот храм построила дворянка Анна Ивановна Аненкова во искупление грехов своего непутевого сына, декабриста Ивана Аненкова. Кстати, часть истории этой семьи описана в романе Александра Дюма «Отца, учитель фехтования» и показана в культовом отечественном фильме «Звезда пленительного счастья». Обо всем по порядку в репортаже Дмитрия Гурина. В 1936 году в городе Симбирске, ныне Ульяновске, большевиками был стверд с лица земли Свято-Троицкий кафедральный собор. Он был построен по проекту известнейшего тогда архитектора Михаила Петровича Каримского. Как оказалось, это был не самый лучший проект для престольного храма. Изначально архитектор хотел видеть его именно таким пятиглавым красавцем. Но чертежи попались на глаза очень богатой дворянки Аненковой, сын которой Иван участвовал в заговоре декабристов и был отправлен в ссылку. Анна Ивановна выкупила у Каримского эти чертежи и за девять лет построила храм живоначальной Троицы на горе близ своего поместья в селе Пятина во искуплении грехов своего сына Ивана. Весь в меня, не то что Гришка, будет кому наследство оставить. По тем временам это был, пожалуй, самый богатый храм Симбирской губернии, ныне Ульяновской области. Однако, когда в 1918 году красноармейские отряды отправились по селам грабить храмы, то в Пятина они ничего ценного не нашли. Обыск храма и допрос настоятеля Иоанна Ягодинского ни к чему не привели. Священника и его сына расстреляли, а целая армия черных копателей изрыли не только всю территорию храма, но и подняли даже пол в Доме Божьем. Особо строению досталось в безбожные годы лихолетия. Да сейчас еще взорвали только над ней, вот что я помню. А как именно взорвали? Ну все, его даже сожгли, вверх-вверх вот сожгли. Именно с выравнивания ландшафта и уборки мусора пришлось начинать местное церковное общение. Сейчас главное побыстрее хотя бы законсервировать храм, чтобы не было свободного доступа для хулиганов и мародеров. Здесь пола не было, не видно и прочее, одни кучи навозного, вот обитого кирпича и прочее. Потом здесь доступно лазит, кому не лень. Ну вот он там пишет на стенах, как у нас обычно. Но он, как раньше говорили, дуракам, грамотным к рукам. Сейчас инициаторы восстановления храма в буквальном смысле пытаются разбудить местное население. В Пятино проживает около 130 человек. Ясно, что их желания и возможностей не хватит. Ну дело сдвинется с мертвой точки только тогда, когда появится реальный спонсор, который там сможет все это делать. Тогда это все сдвинется. А если так, скажем, только ходить и высказывать пожелания, то это останется так пожеланием. Сейчас уже принято волевое решение с наступлением весны возродить периодические божественные литургии. К тому же, возможно, у пятенцев появится свой святой. Документы на канонизацию прозорливого проведника Максима Пятенского, жившего тут в первой половине прошлого столетия, и захороненного на территории храма, сейчас активно подготавливаются. Местные ходят на его могилу лечить разные недуги. Говорят, что помогает. Всем тем, кто хочет оказать посильную помощь в восстановлении этого удивительного храма, просьба звонить по телефону. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. В понедельник мы вспомним преподобного Макария Великого Египетского и святителя Марка, архиепископа Ефисского. Во вторник церковь почтит преподобного Евфимия Великого. В среду мы будем молитвенно вспоминать преподобного Максима Грека. В пятницу состоится собор Костромских святых. В субботу день памяти святой блаженной Ксении Петербургской. А на воскресный день придется память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского и священномученика Владимира, митрополита Киевского, а также собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова